Хочу! Хочу! Понимаешь, в чём дело? Самая проблема в том, что раньше дамаг был стабилен. Ну, более-менее, да? То есть, не важно, на чём ты летаешь, он был либо херовый, либо хороший, но он был всегда стабилен. А сейчас, в начале раунда у тебя может быть охуенный, да? В конце быть хуёвый. То есть, самолёт на самолёт не приходится. Раньше самолёт на самолёт приходился. Ну, как правило, всё было примерно одинаково. То есть, подозрений не возникало. Были подозрения, почему не за счёт идёт. Ну, у меня было, в принципе, не так страшно. Ну, не засчитали фракт, не засчитали на здоровье. Главное, ты его сбил. Вот, а сейчас, блядь, когда ты... Когда вот я там верпил довольно, ну, выше среднего, да? В симуляторных боях, и я, блядь, не уверен в своей пушке, когда начинаю стрелять. Ну, то есть, я просто нажимаю гашетку и молюсь для того, чтобы сервер засчитал. Это, по-моему, нездоровая ситуация, я считаю. Конечно. Вот. Урон должен быть предсказуемый, а не рандом какой-то там. Абсолютно, совершенно верю. Понимаешь, картошка вот этим и страдает сейчас. В картошке вообще... Да? Вот. А, допустим, я говорю, ребят, ну зачем вы идёте по пути картошки? Посмотрите на более игры такие, которые более популярные и более совершенные. Угу. Да, есть, есть такое. Знаешь, если бы в контре, допустим, все известны, Counter-Strike GO, а ВП не дамажил бы или дамажил бы рандомно? Мне кажется, она бы никогда не стала киберспартина. Я не хочу. Убежит тебя. Так, дай секунду. Дай секунду, секунду. Я тренирую, смотрю, на счету. Почему я самолётом-то? А, понял. Sorry, 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 sorry. Я вчера джойстик не сочистил. Да нет, ты там, делаю то, что нужно. У меня тренировка просто... Я просто выстрою с тебя на М12. Да, я просто сейчас самолёт, сейчас я закрою игру, какой-то, и зайду с... Тут у меня есть программка для Малджойстика специально. Я посмотрю, как меня от калибров на всём. Может, у меня что-то самолёт поднесёт. Ага, понял. Сейчас сделаем. Так, всё, окей. Всё. Так. Всё, отлично. Давай, где ты? Я у себя на 6 пропускаю тогда. Ну, сбавь обороты, я просто через тебя пролечу, да и всё. Ну, давай. Окей. Я просто хотел, так знаешь, зигзагом тебя пропустить. Я тебя слышу за километр вообще-то, реально. Это просто норманно. Ну, а почему нет? Правда, единственное, конечно, свой... Свой вид в основном должен услышать. Вот, ну, я говорю, с первого строя, я думаю, что тебя убьёт. Первый парк его будет очень быстрым, а потом уже будем смотреть. Так, на 46 оборотов короче. Ну, держи скорость где-то 450. 46 процентов. Я сейчас тебя потихоньку догонять буду. Хотя интересно сейчас флайт модель. Я помню, год назад была она вообще, в принципе, такая довольно идеальная. То есть самолеты по отношению к другим самолетам метали, ну, я считаю, по-правильному. Те самые были маневреннее, это Зерохи, потом шли Спидфайры, потом шли Яки, потом шли Лавки, потом шли Мессера. Ну, примерно так, они плюс-минус одинаковые. Причём Фридрих был даже маневреннее, чем Лавь-7. Практически, говорит так. Сейчас это... Фармил некоторое время в Бурбе на Лавке немецкой. Так это она сейчас на закрылках Яков играет, что-то. А, ну, понятно. Так, так, да, поворачивай направо, может, в конце концов улетели. Обратно не закинется. М? Мне надо просто повернуть. Развернуться на. Разворачивайся, разворачивайся. Еще проверил. Блин, выкинул он меня уже. Ага, всё, летим туда, тогда лети. Всё, сейчас не маневрирует. Прям так летишь, догоняйте. Ну, конечно, я первым индишествам пошёл к нашу. Телефон ещё, дорогой денег, пипец. Что сегодня такое за день-то? Не мешается. Всё, телефон вырубал. На боевой встал. Так, ну всё, готов. Раз, два. Секунду, секунду, секунду. Где-то смарт ровнее. Попал нет. Да, попадание. Хорошая, что он, наверное, написано, что закрыл потерял. Да, минус минус, ли вы закрыл, и основание крыла жёлтого. Разве. Серьезное повреждение болезни. Один недели. Ну, самолёт нормально управлялся. Промазал, да? Не был. Вот, хороший. Отлично. Два попадания, вот это хороший. Это мне нравится. В принципе, всегда такое было бы вообще замечательно. Я помню. В прошедшем не думал. Я в прошедшем не думал. Я в прошедшем не думал. Тогда мы лавку. Ой, блядь, подожди секунду. Я к новому к 107 реабилитируется. Потому что он на нем просто нереально был играть. У меня вчера ресторана сбил. Он летел на Виверне. Мы с ним случайно встретились в этих совместных боях. Он там за этих за немцами был. С англичаном летел на Виверне. А я был на Виверне. Что садаем, что ли? А? Мы вместе, наверное. Не один. Но я даже не знал, что это он я когда сбил. Когда он делал, что он. Ну, цель какая-то летит. Ну, чтобы он там один в воздухе был. На муку перехватите не кратил. Так мне курс держателей подставить. Подставить. А поверить, как бы сейчас скажу. На право. На право, да. 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 На девятые все выпрямляют самолет. История. Я сейчас срежу пустой угол. Искорь пустой, прибери. История. Триста шестьдесят. Все выпрямляйся. На землю 310. Я тебя прекрасно вижу. Я тебя прекрасно вижу. Я тебя прекрасно вижу. Я просто это, чтоб мы запретят так стреляю. Промазал сейчас. Мимо. Промазал, да? Мимо. 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 Да ну, нафига. Сейчас, плячь. Мно. Все выпрямлял. Именно в прицел. Хотя отстанье было можно. Я не знаю, отстанье вроде и близкое такое было достаточно. Это меня хорошо слышать, наверное, да? Хорошо. А, нет. Ну, тебя самолет не очень слышно. М đóига. М somewhat сложно. Менюхан Роган Randolph, он знает о всех, тогда нравится. Когда мы определяемся надо, я думаю, для того чтобы верш �sein при такте едете никуда, я знаю, Duskil expresünden, так сказать, что перейденет. И если актом, ну, то мы так делаем, что Но, ну, mostrarien. Ну, как же так вот, давайте у всех осталось, акцент. В awesome box. В так или же такого поема «тиска» ? возьму просто сам такая бы стабильная то из турнирах все будет стабильно надо еще проверить то что не дамажило у ябов с какими-то пушками там я не знаю не ватными шариками стреляли и у нас 23 тоже мне интересно сколько тебя за 10 раз выбиться правильно сколько у шасси потому же прошлый раз обстрел 14 славок из них две центральных стойки шар все два руля направления и один закрыл вот к ней она уже тут по центру фюзеляжевая шасси стойка просто я замечал год назад что когда выбивается центральной стойки шасси значит и больше сморит такой такой сигнал так это на право поворачивать на право так же как в шанс ну встал а я тебя прекрасно вижу потому что это не так все давай справляюсь сейчас промазал да и то что что то было отлично а хорош 1 выстрел это два крыла отрисела круто то есть это слово пик и первый выстрел было попадания но без урона это видимо бронебойка была это видимо бронебойка была а может быть да потому что у меня там заряжено сначала бронебойка потом идет 4 осколочных фугасов подряд вон все равно два выстрела крылья оторвало это вообще круто это блякающий скрипучий звук попадания был ну я полночу ты говоришь не ну слушай хорош там это какой у нас третий раз или второй уже третий да третий уже третий подряд вот третий был только что или третий час есть сейчас четвертый так тебя слышу не в ту сторону повернули прайкарты повернули давай правее блин проверим направо вот так выпрямляй смарт блин если такая домашняя модель будет суши я пожму ему руки реально сейчас мы проверим если такая модель не используется надо еще что в танках нормально сделали ну конечно да а в танках все херня до сих пор да не ну как тут непредсказуемо блин а вот это бесит и плюс то что у них никогда не было и сейчас нету структуры корпуса у танка корпус несущий вот и да при 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 потому что забыл заболтался и да немножко левее градусов на 20 края карты не летели вот что ты говоришь про танки в тундре где нету корпуса но никак никак не отыгрываются так 330 330 90 достаточно близко и хорош а не выстрел вообще хорош слушай отлично блин мне это уже нравится в прошлый раз было говно какое-то в последнего выстрелов на лавку надо лучше лавку 7 взять слушай хотя бы рада 3 ее облетать потому что просто раз лавка 7 она вот один раз жарила 15 снарядов а в среднем где то было 5-6 снарядов она жарила то есть такого качества как сейчас не было вообще и далеко не было так но почему и по тонкам у нас раков получают пока все хорошо у нас лук все это вопрос не по 85 процентов говорил что в рб это не все раки что ли в рб получают не знаю но сейчас слушали вот 4 сбития яка 3 1 2 выстрела просто крылья отлетают нахер или у них просто в рб да нет в рб же это он пробовал мне понравилось это 85 процентов опрошенных кто они тогда такие блять не упустили просто не пробовали по старой памяти проголосовать там же вопрос после патчер был один ну вот как то не совсем ебануты читать не умеют надо через одно попадание бронебой оранжевый фюзеляж кукук вот ты задымился весь сейчас бензин что ли это я тебя не вижу у меня в белом дымом покрыт есть еще по послугам утечка воды у меня идет ну то есть такой килл серьезный дозначно ну да все я полетаю полетаю и все то есть я нам домой уже валить с такими повреждениями у меня оранжевый так желтый короче это конец фюзеляжа от хвоста еще один выстрел и ближе кукуту оранжевый поскольку сейчас это машина перегоняя врачи скорость он скинул на но пятидесят процентов ворот а как авторисе злоскоп и это просто повешение этого дыма хорош блин мне это нравится суши реально нравится ведь как стоит добровина это как вот реально было как два как положено это должно быть да а то раньше помнишьте бронияки были которые уже даже просто мэм был такой рака называли брониякам что вообще его невозможно было никаким образом уничтожить а я тоже уже писал сегодня дофига узнает может они за день просто что то успели может быть они домашьей модели только сейчас подогнали просто не было в патч ноуте исправление домашей модели но может быть да там серверные правки которые у них не сразу входит потому что у меня вчера короче была какая ситуация а с мессером я на проходе ему сразу выбил что-то с там самолет такой то что он на проходу должен атаковать один выстрел центральной стойкой шасси ну ка красный хвост полностью это рулевых садов повреждения хвоста второй выстрел но самолет туго туго идет наверх хвост выбил тебя ну рули рули работают но эффективность очень низкая то есть летать уже как бы особо не полетаешь да ну да уже все хорошо третий выстрел три выстрела красавчик вообще блин я своим глазам не верил слушай тут улитки смогли я сейчас даже специально запишу это и выложу на ютуб потому что я очень много хейтил улитки да правильно а я сейчас сделаю скажу что в полигоне пока не знаю как в этих фсб но в полигоне в всяких турнирах все таки улитки походу смогли за косяки надо ругать за хороших слушай возьми возьми пожалуйста что-нибудь с этими сцена с 23 это какой самолет это и и и лавки и ну короче да владелец власть и як 107 як 3 так может мне это не мучиться нам сразу тундерболта дать вот он назначен на крепкий смотри я про него читал даже говорю это да сейчас просто так как раз таки посмотрим как он все покажет сейчас я к 3 выстрелов расписывался бот не на самом деле бот я говорю я по результатам обстрел американцами они свои тесты проводили у меня в ролике это было бот убивался каждый 12 попадания болт болта но должно выводить его нахуй строй причем самое первое каждое первое 20 мм попадания в болта по теории вероятности должно быть критическим у него но в среднем он где-то держал честно вот и документы где-то 5-7 вот так примерно короче он как ил-2 только полегче ил-2 он покрепче был хотя болта даже внутри я не сказал то что болт легче он по моему почти в два раза тяжелее лавна тонна тяжелее лану легче в плане того что он меньше бронирован чем в этом плане легче то есть раздернуть смолют огромный так вообще-то говорит что в к 107 у него пушка 20 миллиметровая основу они тоже хроном дамажили чем у них там 2 это возьми чтобы проверить чтобы чистого возьми возьми пожалуйста этого я-я-я-я-я-я 15p возьми пожалуйста так как раз одна пушка и замерим он не прокачан у меня есть курсовые но у меня да давай воздушной цели я могу поставить осколочный зажигатель осколочный зажигатель осколочный зажигатель ну давай хорошо поставим попробуем я к 15p да 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 так как раз одна пушечка вот эту давай попробуем шарик надо было не как разстрелил 15 ставить они як 15 часто раньше у мига 15 не проход был на мигах пятнадцатых страдали я помню ду 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 даешь и центральная стелка шасси и пофер причем из него еще попасть сложно там молишься хотя бы один раз зацепить кого-нибудь потому что там баллистика у этих больших крупных снарядов у мига 15 вообще никакая самолет пересет как говно стрельбе вот и ты реально молишься чтобы хоть в кого-то там попасть хотя бы один раз а когда ты один раз попадаешь и не сбиваешь чтобы даже вообще ничего не наносишь тогда бомбушка начинается все такие там же скорости гораздо быстрее там когда по часам пролетаешь так ты что это появился нет угу бомб все нашелся слушай интересно а у летчиков в дальней свидетельности вообще играет какую-то роль нет у танкистов я знаю и танки у них там исчезают ну а там уже эту можно мышку навести и все прочитать там порядка семи километров что ли дальность отрисов контактов так просто я сейчас снимаю как пушка а вот стреляет так мне куда выстрелить а вправо да вправо там дольше потому что лететь будем блин болта хорошо управляется в целом плавнее модель летает плава готов промазал да попадание был а сейчас было уже попадали рули высоты серьезно но нет фигня как раз на основании и желтые сами рули сука я тебя по звуку пытаюсь определить вырываешься они кстати опять видимость учет натворили год назад не помнишь видимость исправили она была просто идеальная у земли я помню дочки такие были прикольные там можно было их видеть сейчас там опять в земле херово видно так я стреляю сейчас серьезно он закрыл к праву и основание крыла желтая отвалился закрыл к просто у тебя кусок прям отлетел да да кусок ну как он не отвалился он тырявый третий но модельку показывают это в повреждениях в черную мальчик мировая шапочка ну блин выше все больше уходит он очень чувствительный мне не нравится вот так нет мимо вот так попадание так основание рули высоты выбиты ну в принципе они работают так в разворот давай речь и речь и речь и а самолет не развалится не сын вот вообще по-моему тяжело прилим отстегнуть такой крепкий самолет еще я тут это реально купил для дкс f5 знаешь такой симулятор да дкс меня поражает насколько вообще хотя f5 был самолет какого ну еще изначально где-то шестого года но у меня модификацию тут был с семьдесят третьего года это это туши я смотрю на доработок который весит там шесть тонн я смотрю в пятый который весит четыре тонны я не поражаюсь насколько вообще прыгнула технология в те времена буквально там за несколько лет попадание было да фюзеляж пожил пожил тел так мимо но попадание но учет так у меня на 8 мм пролетел а сейчас попадание но у меня на 8 мм пролетел а сейчас попадание но тоже так у меня на картинке вообще в мелочи в своей жизни то есть я как вижу как бы спустя а сейчас мимо страница болезнь попадания вот так поражение хвоста мне написано да но все равно хвост работает после пробил нет у меня это кукок кук немножко пробило и черные черное основание хвоста только это по моему влияет только на аэродинамику одного патрона тяжело попадать мимо попался да но немножко по оранжевое стал этот фюзеляж все болистика непонятно сейчас я красный фюкрасный фюзеляж немножко подкрасила основание одного крыла и другого тоже должен сдохнуть по идее часа пара попадания не убивай попасть попал опять нафигня пилок оранжевый то есть там 23 миллиметра мозг не задет а вот так еще раз но немножко повело просто крыло оранжевое основание левого может не болт может пушкин так черный черный фюзеляж красный пилот там осколочко зажигательные вся лента на этом на я да да осколочный зажигательный а чем интересно осколочный зажигательный отличается от так вот асколочный слава слова осколочно зажигательный что такое слово осколочный взрывается интересное так будут другой со стороны от вас в обзоре избирал себя пожарным он все он считает там разлетается не такой силы передавая частоту у нас отопилку просто ради металла с помощью фугасными чистым проверяйте руку потому что ну что такое что то что то что то что то что асколочно фугасными чисто проверяйте все самолеты на одной а у этого нету по москву или есть у него сколочный зажигательный трассирующий это по воздушным целям которые 23 метра нет я имею ввиду которые вы до этого проверяли на фугасах также и по болту по фугасами одной лентой а не всякими разными подряд а я понял давай мг-151 брать а давай слушай давай возьми ты еще раз болтай я возьму 30 миллиметровки подожди подожди не уходи с этого самолета я кобру взял чтобы проверить просто болт это крепкие пушки такие часто прилетел а то что зажигательный чуть слабже вроде чем фугас поэтому можете больше уберет летит квадрат с 15 я сейчас прилетел название хорошее мне нравится с 15 так я у земли 500 метров еще вообще спустился что ли сейчас могу подняться а чего его так трясет то какое скорость у этого я к 9 у меня на 720 уже флата да это один из тех самолетов которые разваливаются в горизонте понятно просто раньше все я вижу сейчас так 330 скорость у меня пушка 33 короче в тебя зарядил где-то порядка 30 снарядов 30-40 снарядов но зато дофига ну по одному учитываю хотя бы да снарядов 10 вошло ну да слушай ну это близко в принципе да не так все плохо скажем так по болту пострелять да да мы сейчас сделаем сейчас мы меняет чисто на одной ленте но только разные типы крепости самолетов проверили мы так и хотим не но сначала их пушки еще разные я хочу МК-108 попробовать потому что это значит или МК-103 который не дамажит сейчас орут на форуме ну и 37 миллиметров я к 9 разумеется тоже наверно да так ну чего ты призывай блять ну так это я промазал ну вот попадание ну а ни хера у меня зато не было попадания ну просто ну ты бы сейчас видел какой-то выстрел это просто жесть какая-то то есть ты вроде в прицеле у меня а пули летят знаешь как это как в фильме это как в фильме криминальности его помнишь на начале блять а я уже плот вот попал один плоток основания левого крыла ну что оранжевого основания правого крыла желтого так сейчас вопрос у меня не было потому что сам назвал так блять звук падания был результат падания нет так все второй выстрел развал все горишь двойной пожар готов и вторым выстрелом меняют закрыл слетел и но а это покрасила корпус мартандер посмотрел ролик ну хорошо то что они сделали так потому что нормально болта брать бери болта релизом поэтому хотя бы на турнирах позор еще не будет стреляют как долбоебы смотришь на турнире просто смотрят японские самолеты весь боковой саживают и никого не сбивают просто хохла так было такое у нас с японцами в пятверках так с чем мне убирать давай я возьму короче давай ты бери болта я возьму этот мощный ствол я курсюста возьму короче бери-бери полоска падает не успешно вылетишь я просто в меню сейчас не успею еще блин долгую так модификации шваки нужно еще посмотреть будет по мастерам я думаю тоже не помешает шаг это такая пушка основная если так ладно сто восьмой я короче взял подвесы подвесы можно без подвесного так центральная сто восьмая что там у нас универсал осколочный фокстратив в курсурс вроде тир двадцатку можно заменить вместе тридцатки да написали а то этот тридцатка заебывала до а4 да можно ну и не надо теперь в крылья эти дебильные вешать вот это хорошо что сделали такой самолет обычно и вешали в подвесные из-за того что в носу только тридцатка стоять для просто танк для этого для тридцаток похер какой-то самолет возьмешь для этих на кобру тогда и плечу видно хорошо теперь прикольно что двадцатку можно менять то карфюрзик прикольный аппарат а блять шестьдесят снарядов и еще и блять дебильная в упор нахуй подавить и сто восьмая дерьмо сто третья вот это сто восьмая она вообще была в реальной жизни я смотрел эти ролики да она в упор почти там лупит баллистика полный шлак ну да но зато она эффект какой-то создает в реальной жизни я смотрел эти обстрелы ролик то есть точнее ролик это фотографии это знаменитые там какая-то жопа просто этому жопу оторвается на высоту куда не попадешь самолет уровня среднего бомбардировщика такого ну типа вот первого там короче просто пиздец короче что-то не пушка а агс на самом деле вот да да правильно кстати это по сути это по сути как у терминатора была не было упорщен грандометом стрелял ну слушай если даже американцы пишут что на б-17 в среднем было достаточно там 4-5 попаданий пушки поэтому больше большего калибра перестали на самолете ставить 30 миллиметров там же так расходимся направо-то налево я с тобой давай да ты правее уходить там просто тоже рассматривается как бы хватало не хватало с точки зрения грубо говоря ты из строя самолет из боя выводишь его то есть он не может свою задачу выполнять бомбить это считается уничтожен но сбит или как там поражен да пораженный самолет этого достаточно а у нас то у нас тут в двух режимах там эти инструкторы умелые которые там самолет держат просто я не знаю на одном крыле и там подобные вещи которые грубо говоря приходится самолет полностью я видел на ролике это цирка умудряясь там два-три с собой забрать я смотрю на этот фейспалм просто бля это было полгода назад где-то ролик на ютубе чувак какой-то без крыла просто умудрился строительство так все готов все готов в доме в чубах все жесткие у хорош да да она так и должна наша должна ну куда попал то распределяется называется так давай еще раз кубра вообще надо было подождать мне кажется давай болтовать давай вот так такой жесткий самолет заодно проверим заодно проверим потому что мне чувак кто-то написал которого бомбило ДМ он мне сегодня пишет в спике типа ты знаешь что ДМ починили я говорю как починили если на форуме орут да нет починили вот летал сегодня несколько раз я говорю да ладно вот я пришел как раз смотря здесь план вот мне кажется что да что он был прав так вижу слушай мне кажется что турнир гораздо интереснее будет все будут друг друга просто блять разрывать если они сейчас опять ничего не исправят до турнира в турнире будет все мне кажется интереснее даже так сплавляю оборота потому что будет решать именно скил точность стрельбы да вот именно на проходах быстро ну и точность маневров ну да там допустим раз выйти на прострел просто даже подвис человек подвисит да и ты его прострел да да Алеша подвешиваются потом ловят пол боекомплекта заворачиваются еще добиваются у тебя же просаживают а сейчас так не проходит так был промазан баллистик не был не был а я сам не видел я виждал что не было мимо но рядом отлично но хорош вообще кайфово суши с одного просто крыло в это хлам и число укажи в ютубе вот этого числа и будем ждать до какого все испортится это гробовая доска такая вписал первое число и потом ждешь второго когда закончится это решили с такой с такой дм даже я что-нибудь там начну иногда сбивать у вас им смысл портить не будет если только опять же найти вот это убивают быстро подстраивать я думаю спешники не будут нет арбашки по-любому ноет а почему и потому что у них стрельба 800 метров поэтому они ноют они быстрее умирать стали и пиздец хуево игра они шхуярит лазерганов управление вот это мышечное для них это не камильфо хорошо они что не могли в игру даже допустим встроить режим но они не могут получается нет два типа физики строить все это есть а ну вот тем более тогда в рб потому что другая связи с управлением и точностью отведите им чуть-чуть другое одно выждение надо ломать от у них общая на все режимы получает не знаю но тут у аркаду ну сам знаешь какой там трэш так как на варкаде вообще там самолет просто я помню но понятно сколько я боюсь и крепость когда мне скидывали крепости которые хавают там хавают они двадцатки во всех роликах они хавают двадцатки или было все пятьнадцать никто не хавает там присадки все ролики на двадцатках основаны потому что присадки они даже если ролик вот я специально прикрепил но это просто жесть какая-то она попадает там блять самолет присядет во первых при выстреле и он стерочит так готов да готов все да промазал промазал попадание да ладно не без урона нет у меня было что я промазывал а то у тебя были попадания а я вижу что у меня ну да у меня звуки эффектов попадания но результатов паданий нет а у меня я вижу у меня снаряд просто трассер пролетел буквально в миллиметр от его крыла короче ну на моем клиенте одно на твоем другую на сервере треть так не мочу влаги какие-то ты можешь газу дать он слился вообще болтаешься пристигает сейчас по моему тяжело терять да 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 это все закрылки уже выпустил ну сколько там эти четыреста поставить ну где иногда триста пятьдесят четыреста некомфортно было лично с мать не область то есть предполагаемых чехолка я говорю у меня всего одним быстрым надо сделать они очень да просто болтался так как звуки попадания были разума опять опять промах я не знаю у меня в трассере я нажимаю на кошетку хорош опа пилоту да вижу шасси ты выпустил кстати да вот с моей часто это сейчас у тебя слышно попадали но я их вижу что я не попал у меня пуля я вижу на крыло пролетает буквально там я не понимаю почему-то у меня в прицеле нахождь четко ну прям твоя жопа я нажимаю гашетку и пуля снаряд летит как непонятно все перелетает и дальше я вижу из-за сведения наверно восьмерка 108 поближе подойти подойти к нему когда попадет то есть как будто я знаю что как футбольный мячик через сериалайка вот тут перекидываешь если хочешь но он далека тогда что третье луки если хочешь но реально это что третий это сейчас самолет нет что третий пушкой я предприниматель калифа а это что вот это точно я буду стоять маяне а сто третий это что за самолет а у кого самолета да там посмотрите можно в этой карточке ну сам слушай а вот давай я попробую чувством правильными давай давай не вопрос поскольку то что 8 мая она реально вот надо поближе и чтобы реально давайте еще один раз попробуй что же так но он был но вот хорошего хорошего просто разорвала что спрос у меня было еще путь оторвалась и пилот щупову вот я понимаю дома вот это бренд улитки смогли я правда не понимаю смысла корабли которые начали делать тоже не понимаю я не знаю вот двоих 18 по моему и пищи чем у них и корабли а к началу они ослабляют и буш меня стрелять спалов правда собой я не знаю они еще не знают как лучше что сделать из того что имеет вот начинают любопытных и смеси в 5-4 м что же ты сейчас сможешь меня одиночными страницах 8 штук я могу на мушке отсечку поставить и человек а у тебя будет спрятаться все 8 страниц у страйка парами стреляет нас радость мясо ну давай так попробуем по барабану посмотрим ну да что то не работает у меня сейчас на мушке отсечка считается что 8 стволом короче 12 считались тоже достаточно грозным оружием на самом деле либо считается даже я читал я смотрел там выходные отверстия были огромные просто разорвало встали на курс направо ты меня видишь нет да 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 все достает я помещу спробу аппер медикуляр вот так а как у споры держать я бы держать как все удобно а не знаю так наверно учить 400 450 наверно вот так полбаси то каршес очень мощно даже газа его сразу сразу приходится рукой врачащий момент корректировать так догоняю сейчас через попаду не попаду так сделай небольшой черепа мне такую промах готов о хорош за хорошо закрыта вода двигатель темно-оранжевый крыло желтенько немножко плане хвост черный весь фюзеляж черный хвост нормальный ну короче мне нормально садил меня но и вся морда в масло короче на проходах будет отлично все вываться ну да давай короче сделать ну-ка не типа ремонт сможешь на проходе сбить для меня слишком сложно попробую еще до суши с такими повреждениями мяч у чечка масло идет и чечка топлива идет то есть хороший молодец ну в плане того что на маша модель нормально конечно мальтами в решето сразу превратили ну то есть если бы я с такими повреждениями я сразу бы на базу от свалил и не стал бы воевать ну что это бесполезно так давай еще давай еще еще покой давай попробуем мне ну шваке 18 об 18 до 7 108 а ты сможешь отключить короче тогда этот да попробую 18 108 до потому что двадцатками его нет смысла поливать потому что реально дохера попадание надо было в истории около 20 попаданий среднем для сбития 18 надо было а вот сто восьмая она прошила конечно 5 лет о кабину посмотреть заодно да 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 как ты выруби своих стрелков сейчас я в управление найду где это сейчас у меня наверно все убьешь сразу и это не лети не лети не лети пока у меня просто а у тебя суши в кабине будет видно что они сами стреляют интересно нет пострелять не знаю вот я рядом с тобой лечу сейчас пострелять я на дальних дистанциях летом мотов перегородках а не 1 1 увижу которые у нас в верхней стрелок опыта релем прогрессу за закупку почему не менее как это делается с внешних видов ты по мне огонь будешь вести или нет с внешнего как старые добрые времена что это же ничего в этом плане ничего не изменилось блин а я думаю они просто сделали стрели не но стороны было бы круто там в принципе и впадать было проще с этим пролакс диким огромным просто сейчас вот смотрю лога где она отключается а вот стрелки отключение стрелков подключил так давайте по одному дат жопу по крыльям по движкам попробую а сейчас по полюсу цены с приборами такая же фигня как на сушесть мутный стеклятор короче попробовал пострелить мать правый самый правый движок попробую попасть они выстрелы получите самая правая давай я за стрелка сижу попал хорош правый движок что получилось у тебя так гонгон мотогондола в минус закрылок в минус и центр крыла красный оранжевый то есть мне кажется очень серьезно было да один снаряд давай второй давай в другой другой только доверие движок целый сейчас правый движок ой в левый движок самочек попал тысячи участок туплю я попал только в сетях но у меня праздник хотя бы даже в сентябнице я вижу что у тебя дым идет куда я попал у него радиатор это масло масло радиатор убит утечка топлива идет что странно что пожар нет потому что обычно такие снаряды они должны если при этом даже в принципе пожар сразу попадает с топливом пиздец так еще раз сейчас был попадание было но левую мотогондул оранжевую да я в левой именно левый внутренний движок отстрелял так что пуша я попробовал заднем стрелкать отставить ну ка товарищи как раз попробуй так полетел что туда можно уже из пистолет стрелять красавчик суши сработало да да строк бессознания я убил строка же то есть жопнулась а ну ка нижнего сейчас здесь самолет мотает ой вот того который у тебя в брюхе блин тяжело мне так мне промазать мимо надо из-под брюха стрелять так тяжело просто у тебя самолет тоже мотает еще ему и мотает потому что я пытаюсь газом работать а у меня это в ближайший момент самолета его ну раскручивать хочу попробовать попасть вот так вот вот так вот нижний ну за желтилы фюзеляж и на основании левого лаз у меня написано что стрелок бессознания еще один а да 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 и это верхний по моему стрелок бессознания нет написано я не знаю я не знаю я не знаю подборок короче турелька центральная самолет управлять падаешь я со стороны стрелка просто смотрю но у меня тут уже до хрена повреждений серьезно да это все был четвертый а пятый выстрел был давай что сделаем что просто в фюзеляж попал в порядок да еще еще больше покрасил фюзеляж и основание левого крыла давай сейчас самый левый двигатель еще поди сейчас оторвет нет не оторвало нет оранжевое крыло ну да что то было такое что то отлетело походу по моему или закрылок отлетел но на модели повреждений просто не видно я тебя внешне пытаться смотреть что то я не помню что отвалилось по моему левый не левый а сейчас я попробую выпустить закрылки закрылки а закрылки оторвало все оба знаешь что ты отлетел давай еще по левому сейчас я хочу просто что у тебя левое отвалилось крыло именно то что происходит а не правая да раньше вот еще раньше такое бывало бывало так у меня здесь сильно покрасило левое крыло и самолет не управляется то есть все ты труп да 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 мне домашней модели ты нравится каждый выставок выбивать раньше такого вообще о таком можно было даже не мечтать раньше поливаешь просто как мудак извини за выражение не супер в этом там супер давай еще шваки попробуем на последок давай что шваками ты будешь или я стрелять у тебя там есть что-нибудь стоит да у меня все есть ну давай я короче беру чемпионата тоже куршивство возьму как самая основная противника немецкая в основном с ума сама шваками по куршивству работают всякие власти такову не учился да да давай не выйдем забыл как общих переставляться блин слушай я реально сейчас я недавно так радостно не был смотришь по на я думал что все это по самолетам я верю что релиз по наземке не очень видимо кого-то там мозги все-таки выезды разработчики хотя по наземке часто не дамажит да ну на самом деле надо подробнее посмотреть потому что я толком то так и не пробовал грубо говоря играл сейчас на этом во втором ранге японцев в рубы и более никуда не совался там и все немножко покатался во втором все в принципе все равно давай пострелим из швака бери какой-нибудь тогда и значит что возьми раздельное управление да я к 1б возьми с раздельным управлением а я возьму значит что мессера возьму давай я возьму и все же потому что самое основное противник я ходил я в боях так так мне надо управление еще настроить раздельно на то у меня в одну кучу сварилась блин он ладно сейчас я выду из лобби тогда потому что по-другому не дает странно кстати если хочешь я это да нету пара щелчков слушай мне знаешь что понравилось то что любое мое попадание которое я вижу оно наносит тебе урон то что ты там тебе попадает ну ты это да и херен ты с ним главное что я вижу что я промазал но зато если я попал я вижу этот урон то есть ты мне говоришь что урон есть и я как бы понимаю что он есть и причем урон такой который плюс-минус был ну реалистичный такой знаешь то есть не надо поливать мудак из лейки а падаешь и все так пригласки друзья добавилось кстати ленту какую поставить на шоке а я не знаю я сколочно фугасных побольше не скрыто скрыто нам не нужно наземную цель и там по моему не наземную злеву и фуф бзт мне не брони цели а наземные где уф польши побольше ну три фу три фугаса к одному сейчас праздник нам смотрю вы начали так бронебой на кто загрузили туда каждый четвертый а сколочно фугас на все вообще нет у нас что ли как то есть но в принципе универсал там каждый пятый бзт универсал тогда поставить ну или наземные не наземных больше а сколочных фугасных о фф и сейчас на бери а ской ну наземную короче так приглас приглас сейчас секунду я тебя опять помню о чем в друзьях тебя нету не знаю надо надо чтобы я у тебя был в друзьях еще точнее что ты мне сейчас добавлю это и тогда по идее я буду отображаться в чатик в какой-нибудь там кинь чатик давай вроде улитку опять добавил теперь по идее должен отображаться или это надо перезаходить короче фиг зла сейчас я там же поставлю у меня в друзьях есть пишет что есть друзья почему-то нету не самое страшное так короче все я беру то я четвертый перезайдешь запустил давай тоже по одному у меня всаживай я буду говорить заодно будут тренироваться в точность а ты последнее время нагибал или нет воздушных боях в р.б. на в р.б. ну нормально ну смотря на чем там за вот это вот дм бетонный там многие самолеты были неиграбельны ну да 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 я знаю прострадаешь просто плеваться хочется ну самолет сделал например для того чтобы не виражить на проходах снимать противника а у нас вооружение да там какой то что слушаю у меня фризы такие жесткие пошли не понял что связано а пин какой у тебя и 13 и причем фпс показывают фпс просил но он нормальный 80 пока вы 100 просто жестчайшие такие фрезы у меня идут где-то каждые полсекунды может раздуплиться попробую притапнуться мне надо перезавить походу ну просто жесткие фрезы такое ощущение как будто фпс там 3 я твой пилот хотел только что убить не получилось что-то помню сейчас диспетчер задач на всех случаях может какая-то хрень у меня а чё там говорили что нас педали к ворачиваешь на тебя теперь с педали якобы лучше сама маневрировать ворота виража когда спитали астана шага бас смотришь и рожден а ну это такая тема как в разу флоте и в бузы с то есть это надо как вот педали получается вверх тянуть или вниз тянуть и ворота в небо короче педали нужно тянуть или в землю слушай не знаю я вот у меня спец получать наверное вверх тянуть все таки надо первое направление именно такси связь потеряна я заметил вообще чем вар тандер отличается от ила старичка самого первого по стрельбе недавно запускал просто тем что ну про дамаг модели я промолчу а вот то что это то что самолет вылекал басит очень сильно при стрельбе то есть допустим здесь как бы довольно неплохо может даже вот двадцатками стрелять а там когда стреляешь из пушки и сейчас начинаются мини колебания такие самолета из-за этого тяжело стрелять очередью ну не так что чтоб вот вообще совсем не так ну зато как не по своему опыту потому что там верпилы говорят вроде как в тундре самолеты управляются менее стабильно чем в других симуляторах то есть там говорят поплавнее управление идет нет вот этого расколбас ну в принципе да есть такая тема именно в скундре я прилетал у меня в БЗС я тут могу на БЗС на Як-1 полетать и там да в БЗС его тяжелее завалить штопор реально тяжелее так ну вставай на курс давай все ага сейчас налево и поехали так скорость у меня будет 350 где-нибудь в районе так вот я буду держать так сколько скорость будешь где-то в 37 сутках что раскачивается отлично я какой очень скилловый пилот постоянно теряется что я потерял не не он не транс это как курседр слетит на 45 тяги и скорость не теряет это такой скорости ему достаточно 45 тяги то есть такой скорость ему достаточно 45 тяги что там блин в очереди отца не попал не а по поводу я скажу попросить прицел прям очень коротенькую сразу кулку параде шкарли так отлетали только если в плоскости подальше местом кто вторец учебе врачи а я думаю что если так быстро срубили я считаю что так сейчас я тебя посередовал я сумасшедший родился я думаю включу потому что висок со 12 а с атакой хотя 1200 что не хранишь интересный один квадрат вообще скука километр наверно километр наверно километр 2 на вот карту все считать я не вижу точно нас и 12 да да c12 блин я уже поднялся на полторы тысячи сейчас включусь у меня должно быть прямо где-то на 12 может не отрисовываются ли у тебя экипаж пополучий в качестве экипаж полностью в качестве а все вижу у меня за стойкой был ну что давай но он нашел тебя вы устраивались просто ему иди прошел 3 еще аналитов все равно 6 по счастью самостоятельно и попал нет сам увидел попадание нет не было у меня я опять услышал попадание бомбы это значит решетом мой комплект думать спадаешь это было молча был он был подали за первое падание было вообще ничего второе попадание у меня морда сомасы право прошло движок белый сетки красная пилот желтый бобах на пуш я думаю о нем я счастливого состояния русскую судьбу ничем а то есть я чечен как сюда а вот я сказал масло чечка воды и получите топлива то есть вообще то месяц приучить педагога причем такое ощущение то что самолет не отрисовываются на этапе или дым просто настолько плотный тушь в принципе я уже долго воевать бы не смог ну во первых меня вся морда в масле я купрессон не вижу ни хера да так воевать в принципе уже крайне тяжело после таких повреждений после второго снаряда то есть да я уже на ладом дышу так а че мы в праве карты уже полетели что ли сейчас я немножко верю я поставлю противник нужно контраковать так довольно у меня вода все петли с ума соматами хотя до 40 процентов стоит у меня уже все вода красная я считаю как это же то есть прежде всего все злоу пополку а все это нет перебил процент все я уже не теснял высоты лишь непривычно дистанцию предусмотрен дай последний разок ну имеет ли смысл потому что тут уже как бы ясно что работают отлично ну ладно забьем давайте последний раз объем для профилактики блин наконец то они смогли сушить я реально целый год даже на полтора года вот по этому поводу пойти наша лавочке дону болте на немецкий этот пункт 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 по поводу заданных джорс это основе я им родился но я не знаю что я не вижу вот со всеми то есть где я появился же жопу мира но самолет теперь играть будет приятно главное чтобы они это они раньше очень любили знаешь как сделать полдня проходит они раз исправляют была такая история у них я помню на стоит сделал что-нибудь хорошее как его меняют я помню как это с прицелами внешнего вида сделали вот эти вот трехточечные кай бинокль смотрел куда нужно они куда там ствол утыкается из стволы не задирались все было отлично там народ на форуме начал быть который не понимает что к чему и в итоге выбрали обратно хотя лучше бы сделали там я не знаю опционально его включаемым и поющая ручка отблагодарил впервые двое спасибо первые за два года что то они хорошие сделали у нас колокольчик плевался ну да там будут дают волючу хорошего там убрали плевались ну корсида плевались сейчас раз не жалея не смогли в симулятор а не просто конечно и как это было бы нашел тебя да я тебя зато не вижу я по прямой речью они это не ты это какая-то фигня дымится я сейчас вообще на д-10 не вернулся короче сейчас крутись встать на вираж просто все быстро надо 10 высота у тебя большая ниша тут включил километр а все те вижу налет поюзка интерес как квадрат здесь я лично в квадрате до 12 до 10 квадрата я уже до 11 до 11 до 11 до так это затупил по клавиши промахнулся закрыл к себе оторвал щитки таким посадочным и и так ну ставлю на 50 процентов оборотов а вот еще я впереди я ходил вот он был скидание бронебонеза самолета вырубит дымок в долг сара л.н спасибо мешают стрелять да ну что имеет смысл а подробно роли высоты чуть-чуть пожелтево это был какой то вообще без этого не паспорта я не пойму чем часто чем то необычно все с обычно создать свет идет в обоих лучших того бых вообще нет украина посмотрите по первым снарядом промазка падали попадание было результатов нет вот так это оранжевый фюзеляж вот а чуть 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 основания хвоста черная ее конец фюзеляжа оранжевый в основном ну три два три ну короче скоротких очередей в самолет уход пока что смотрят первый снаряд эти первым зарядил на чем было бронебойно зажигательный а потом пошел уже с мбз потом фазе 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 четыре фазе вот как раз два фазе и все это проб блин все отлично ура пойдем я пойду полетаю ты пойдешь летать нет а ты в рбш летаешь не учитесь никогда не поздно блин летать надо постоянно потому что полетаешь я сам уже год не летал потому что у меня бомбануло я говорю это ддд я ушел из игры вообще на год на год не играл вообще потому что меня реально взбесило так эти все стойки шасси когда ты играешь молишься да он с парнем это вот как в сб играем танк выносят но садишься на самолет там летаешь . много полетаешь уже там даже сбивать кого-то начинаешь управляешь нормально потом за забьешь болт две недели не полетала в итоге чуть-чуть научился и даже это забываешь ну короче вывод то что улитка смогла вот ребят по крайней мере я не знаю как будет в этих танковых совместных но в полигоне можно летать спокойно друг против друга дуэлиться и получать удовольствие это круто да это круто в турниры теперь хоть нормально смотреть будем так что все всем удачи и пока давай пока 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 и и Продолжение следует...